Свято-Успенская Святогорская Лавра Апостольскую Эпоху и был одним из образованнейших людей своего времени. Был знатоком философии, изучал астрономию в Египте. Будучи очевидцем солнечного затмения, которое произошло по всей земле, как говорит Святое Евангелие, во время страданий на кресте Господа нашего Иисуса Христа, Дионисий в изумлении воскликнул «Или Бог создатель всего мира страждет, или сей видимый мир кончается». Услышав проповедь святого апостола Павла в Ариапаге, был обращен в христианство и стал его учеником и верным спутником. Впоследствии Дионисий был поставлен апостолом Павлом воепископа Афин. Затем он проповедовал в Галии, где в городе Париже мученически пострадал за Христа на 90-м году своей жизни. В среду 18 октября Святая Церковь чтит и воспевает память митрополитов московских и всей Руси чудотворцев, великих заступников, представителей и хранителей Церкви и Святого Православия, Всероссийских святителей Петра, Алексея, Ионы, Макария, Филиппа, Иова, Ермогена, Тихона, Петра, Филарета, Иннокентия и Макария. Празднуя память святителей в один день, Церковь воздает каждому из них равную честь, как небесным покровителям города Москвы и молитвенникам за всю Святую Русь. Также в этот день чтится память священномученика Дионисия, епископа Александрийского. В зрелом возрасте обращенного в христианство знаменитым учителем церкви Оригеном. В 247 году поставлен во епископа Александрией. Много сил прилагал святитель для защиты православия от вересей и укреплял свою паству в твердом исповедничестве истинной веры во время гонений от императоров Декия и Валериана. Сам претерпел много страданий. По преданию, когда в Александрии появилась чума, святитель призвал свою паству ухаживать равным образом за больными христианами и язычниками и погребать умерших. В четверг, 19 октября, церковь празднует память святого апостола Фомы, одного из 12 ближайших учеников Иисуса Христа. Его имя в переводе с арамейского означает «близнец». По жребию, брошенному апостолами по Вознесении Христовом, указывающему, кому в какие земли идти проповедовать, апостолу Фоме выпало просвещать Индию. По церковному преданию, помимо Индии, святой апостол Фома основал христианские церкви в Палестине, Месопотамии, Парфии и Эфиопии. Много злоключений выпало на долю апостола, а свою проповедь и Евангелие ученик Христов запечатлел мученической смертью. Воспоминая жизнь и уверение Фомы, церковь определила праздновать день его памяти также во второе воскресенье после Пасхи. В воскресенье 22 октября православная церковь чтит память святых отцов Седьмого Вселенского собора, который был созван в 787 году в городе Никее при императрице Ирине, вдове императора Льва Хазара, и состоял из 367 человек. Собор был созван против иконоборческой ереси, которую осудил и отверг, определив почитание святых икон. Также в этот день христианский мир воспоминает одного из 12 ближайших учеников Христа, святого апостола Иакова Алфеева. Родом он был из галилейского города Капернаума и приходил со братом апостолу и евангелисту Матфею. Услышал проповедь Иисуса Христа, принял его учение и последовал за Спасителем. После сошествия Святого Духа на апостолов, Иаков Алфеев совершал миссионерские путешествия вместе с апостолом Андреем Первозванным, проповедуя в Иудее, Эдессе, Газе, Елеферополе, обратив на путь спасения многих язычников. Он неустрашимо и вдохновенно проповедовал учения Христова, исцелял недужных и бесноватых и творил различные чудеса. В египетском городе Острациния святой апостол Иаков Алфеев мученически завершил свои апостольские подвиги крестной смертью. Следите за новостями Свято-Успенской Светогорской Лавры на официальном сайте и в социальных сетях. Субтитры создавал DimaTorzok